МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях региона. Муниципальный фильтр. На совещании в Доме правительства обсудили выборы главы Чувашии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центр притяжения. Обновленная Красная площадь Чебоксар откроется в День республики. Главный национальный праздник в столице Чувашии пройдет 8-й Всечувашский Акатуй. 13 сентября в Чувашии пройдут выборы главы республики. Эту дату определили депутаты Государственного совета на 41-й сессии. И сегодня об этом говорили на совещании у временно исполняющего обязанности главы республики Олега Николаева. О необходимости честных выборов говорят ровно столько, сколько существует сам Институт народного избрания. Создать равные условия для всех кандидатов, независимо от их партийной принадлежности или самовыдвиженцев. Такую задачу обозначил временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев во время своего вступления на сессии Государственного совета. Со стороны депутатов в районных собраниях тоже есть запрос на организованный и цивилизованный контакт со всеми избирательными кандидатами. С программами действий, которые они будут предлагать, лучше, конечно, знакомиться из первых уст, лучше слышать это все, какие программы предлагаются. Органы местного самоуправления готовы создать так называемые коммуникационные площадки для встречи выдвинутых кандидатов с избирателями. На практике, конечно, мы таким образом сегодня предполагаем, что любой кандидат, включая тех, кто еще не зарегистрированы, официально может обратиться к нам или напрямую в администрацию с запросом на организацию такой публичной встречи. Мы готовы разработать порядок. Спасибо большое. Предложение однозначно принимается. Мне кажется, достаточно правильное предложение. Если вы будете модераторами этого процесса, коммуникатором всех, а я просил бы всех глав администрации, администрацию главы Чувашской республики, ну и, конечно же, Центральную избирательную комиссию активно содействовать вам в этом процессе с тем, чтобы вот этот порядок, о котором вы говорите, создание коммуникативных площадок, он, с одной стороны, обеспечивал бы равный доступ всех выдвинувшихся кандидатов, которые изъявят желание участвовать в выборах главы Чувашской республики. Я думаю, что заранее надо объявить график соответствующих мероприятий с тем, чтобы кандидаты знали, могли представить свои, ну, то есть по районам и городам Чувашской республики могли представить свои видения, ну и соответствующим образом в случае поддержки собрать необходимый муниципальный фильтр. Предвыборные встречи с населением пройдут максимально демократично, уверен Олег Николаев. Объявление выборов главы республики, завершение посевной, ситуация с коронавирусом. На еженедельном совещании в Доме правительства обсудили самые актуальные темы последних дней. Работа по выявлению заболевших COVID-19 в регионе не останавливается. Около 1300 анализов в день. Такова мощность лабораторий, которые проводят диагностику. Но и об этом повсеместно говорят и пишут жители, делают их очень долго. Бывает, что результатов приходится ждать неделями. Реально-то пока еще жалобы не прекращаются, что люди по пять, по шесть дней ждут анализов. И находятся на больничной койке вот ровно такие, такое количество дней, хотя уже находятся в здоровом состоянии. Такого быть не должно. Теперь Центр гигиены и эпидемиологии начнет работать только на подтверждение повторных анализов. Основная же нагрузка ляжет на лаборатории Минздрава. За выходные количество увеличилось. И вместо 3900 сделали 4736 анализов. Это уже совершившийся пар. Соответственно, мощность наших лабораторий, которые подведены с вами Министерством здравоохранения, это Ихош-Венгиспансер, Центр СПИД, РКБ, безусловно, увеличены. И здесь сделано все возможное. Эпидемиологическая ситуация пока неблагоприятная. Поэтому режим ограничений в регионе все еще действует. Но многие жители почему-то решили, что все уже позади. За выходные, вот лично я тоже протестировал, скажем так, несколько маршрутов. Очень много людей ездит без масок на общественном транспорте. Хотя там достаточно много людей. И ко дню республику не сможем даже подойти к первому этапу. А люди хотят и просят те же летние веранды открыть. У меня уже все соцсети разрываются от этих просьб. Они же видят, что в Москве открываются, в других городах открываются. Ну, мы не можем принимать такие решения, пока вот такие поведенческие модели реализовываются. К другой теме. Республика подходит к завершению весенних полевых работ. План сева яровых, зерновых и зернобобовых культур в Чувашии перевыполнен. В лидерах Шумерлинские, Ядринские и Козловские районы. По словам министра сельского хозяйства Чувашия Сергея Артамонова, вопреки опасениям в этом году практически во всех муниципалитетах прирост посевных площадей. В 15 муниципальных районах по оперативной информации площадь Север превысила плановые показатели. На 14 июня посеяно 202,6 тысяч гектаров зерновых и зерновобовых культур. В текущем году с учетом хорошей сохранности озимых зерновых культур. Площадь зерновых культур ожидается на уровне 283 тысяч гектаров, что на 4,6% больше уровня 2019 года. Картофель посажен на площади 4,8 тысяч гектаров, что составляет, к сожалению, 75% всего. К факту 2020 года посадка картофеля продолжается. Началась и заготовка кормов. Уже в 16 районах республики косят многолетние травы. Всего на зиму нужно более 700 тысяч тонн кормов. Рифат Фадкулин, Павел Иритков, Республика. Акции «Ко дню России» в онлайн-формации собрали десятки тысяч просмотров. Участники записывали видеопоздравления, рассказывали стихотворения, пели песни и делились впечатлениями. Заслуженные награды получили и герои страны, уроженцы Чувашии. Основными проектами главного дня страны стали акции «Я живу в России», «Окна России» и «Вперед Россия». В них приняли участие представители 15 национальностей страны и мира, живущих в Чувашской республике. День России – это общий праздник. Мы видим нашу страну, как мы видим единство нашей семьи в этой стране. Природа, которая нас окружает. И вот в ярких красках мы все это изобразили на окне. То есть это вот вся наша обширная земля. И мы попытались изобразить как раз свою семью на земле, на русской земле. Ну и, конечно, изобразили флаг России как символ. В День России в Рио главы республики Олег Николаев вручил памятные медали к столетию Чувашии героям России, нашим землякам, генерал-лейтенанту Николаю Гаврилову и сержанту запаса Евгению Борисову. Еще одной медалью Олег Николаев наградил летчика-космонавта СССР, полковника ВВС России Мусу Монарова, который присутствовал на встрече в режиме ВКС. Для него Чувашия – второй дом. Я считаю, что Чувашский народ, он неотъемлемая часть нашей многонациональной Родины, России. И я очень рад, что мне довелось пожить в Чувашии. Очень важный год, когда я заканчивал школу, это было как раз в палатаре, это был фундамент, который потом и позволил достичь определенных успехов по жизни. Мы служим Великой России, нашей родной Чувашии. И благодарим вас, Олег Алексеевич, за высокую оценку нашего скромного труда. Олег Николаев, в свою очередь, отметил, что Чувашия гордится своими земляками, которые прошли героический путь и теми, кто сейчас служит Родине. Пять лет назад в городе Балтийск, Калининградской области, боевому кораблю присвоили имя нашей республики. В День России в Рио главы Чувашии Олег Николаев провел видеомост с членами экипажа. В их числе и моряки из нашей республики. Сейчас на гвардейском ракетном катере Чувашия служит уроженец Ядринского района, старший матрос Анатолий Мартынов, уже почти год. Он, как и его сослуживцы, смог пообщаться со своей мамой по видеосвязи. Члены экипажа ракетного катера Чувашия поздравили участников видеомоста с праздником и похвалили призывников из нашей республики. Хочу пожелать, чтобы наши шерстные связи только в дальнейшем укреплялись. Большое вам спасибо за матросов, которые приходят служить из Чувашской республики. Всегда хочу отметить, что они службу проходят достойно. И домой, как правило, уходят с хорошими характеристиками, рекомендовательными кристами. Ежегодно 200 молодых ребят из республики отправляются служить на Балтийский флот. И только лучшие из лучших попадают на ракетный катер Чувашия и базовый тральщик Новочебоксарск. А в конце июня на Балтийский флот отправятся уже новые призывники. Собираемость платежей за коммунальные услуги падает, появляются новые расходы и новые обязанности. О том, как выйти из кризиса с наименьшими потерями и о работе на ближайшие пять лет говорили в Доме правительства. Система должна функционировать надежно, эффективно. Ну и понятно, оно должно быть доступно для карманов нашего населения. В республике 10100 многоквартирных домов. Обеспечить их всеми необходимыми ресурсами – задача серьезная. И, разумеется, глобальные проблемы решать нужно комплексно. В перспективе модернизации и внедрения автоматизированной системы энергоучета, что позволит значительно упростить работу. Отсутствие объективного учета не позволяет правильно сформировать топливный энергетический баланс предприятий. Определять и оперативно устранять утечки ресурсов. Другая проблема – отсутствие у жителей мотивации к эффективному управлению своим имуществом. И недофинансирование ведет к ускоренному обетшанию домов, считают эксперты. И еще одна проблема – частый переход от одной управляющей компании к другой. Из-за этого отчета о финансовых затратах от прежней компании, которая обслуживала дом менее года, жители получить не смогут. Тревожит министерство и низкая платежная дисциплина среди населения. Уже сейчас фиксируется рост неплатежей за коммунальные услуги. Причин тому множество. Результат один – долги накапливаются. Еще одна важная тема – чистая вода. Чтобы обеспечить качественной питьевой водой жители южных районов республики, а это Шумуршинский, Батревский, частично Комсомольский, нужно провести масштабные работы. В Рио глава Чуваши дал поручение Минприроды и Минстроя разработать правила и порядок реконструкции водонапорных башен. Чтобы сравнять горизонты планирования и прогнозирования, директор Международного центра развития регионов Игорь Миломет выступил с предложением организовать республике инвестиционный проект «Чистая вода». Озвученная инициатива от руководителя предприятий ЖКХ по возможному глобальному пересмотру ремонтных и инвестиционных программ по поручению главы профильного министерства взяли на карандаш. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. 33-летнюю жительницу Чувашии признали виновной в убийстве своего новорожденного ребенка. Теперь два с половиной года она проведет за решеткой. Такой приговор вынес осужденный Чебоксарский районный суд. 10 марта 2020 года в одном из населенных пунктов района женщина родила мальчика, после чего поместила его в полиэтиленовые пакеты и вынесла на балкон квартиры. В результате новорожденный задохнулся и скончался. После этого роженица почувствовала себя плохо, она была доставлена в больницу. Там у нее выявили признаки недавних родов и сообщили об этом в правоохранительные органы. После чего следователями был проведен тщательный осмотр места происшествия, проведены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Вина женщины доказана. Судебно-психиатрическая экспертиза оснований для признания ее невменяемой не установила. Сельские населенные пункты и деревни Чувашии получат по 100 тысяч рублей. Об этом заявил Олег Николаев во время видеоконференц-связи с сельскими старостами и председателями территориальных общественных самоуправлений. В поселениях республики работают более полутора тысяч старост. И, конечно, лучше, чем они, никто не знает о проблемах родной деревни или села. Поэтому принимают решение, куда направить эти средства. Их прерогатива, конечно, при участии жителей. Правительство республики лишь дает рекомендации и варианты благоустройства поселений. Если вы таким образом организованно поработаете, купите за эти деньги какие-то конкретные вещи, а там поработаете, мне кажется, совершенно можете сделать совершенно нужные и полезные вещи, значимые вещи, а может даже, как в другой притче говорится, запустить полное преображение отдельных населенных пунктов, создавая центры притяжения. Даю поручение Сергею Геннадьевичу Артамонову совместно с Михаилом Геннадьевичем выработать соответствующие подходы выделения денег. Поддерживаю, чтобы эти деньги были доведены до каждого населенного пункта, чтобы каждый населенный пункт получил определенные денежные средства. И поддерживаю, чтобы эта цифра была круглая – 100 тысяч рублей. В принципе, символично хорошая цифра, и достаточно звучит хорошо и синхронизируется со 100-летним юбилеем. Вопросов во время онлайн-общения было немало. Один из тех, что затрагивает практически все сельские поселения – это замена водонапорных башен. Проекты уже прошли экспертизу, но средства на места так и не пришли. Действительно, плачевное состояние у нас по Лесной 1. Мы перезимовать даже не сможем. Течет круглую, сварки не поддаются водонапорные башни сама. В Тюлеминском сельском поселении мы заявку дали Минстрой на капремонт замены башен, глубин насосов трех башен. На все эти три башни заявки поданы. Проекты имеются, положительную экспертизу прошли, заключение имеется. Ждем от администрации района, ждем от кабинета министров, Минстроя финансирования. Если будет финансирование, нынче мы вот эти башни хотим установить. В Рио главы Чуваши пообещал взять на личный контроль решение этой общей проблемы. Специалисты Минприроды и Минстроя должны помочь поселениям унифицировать процесс реконструкции таких объектов. Тем более, что деньги в бюджете на эти цели будут заложены. Без поддержки не останутся и районные центры, и города. Для них сумма средств будет рассчитана отдельно. Татьяна Иванова, Игорь Зверев, Республика. В Чубаксарах после реконструкции открылась поликлиника номер один городского клинического центра. Обновили не только внешний облик, но и подход к работе. Открытая регистратура, колл-центр навигации по всему медучреждению и электронное табло с расписанием приемов. Теперь здесь все работает по принципу бережливой поликлиники. После ремонта здесь очень, как можно сказать, красиво, светло, просторно, очень удобно. Очень приятно приходить даже, настроение поднимается. В очереди сейчас уже по интернету записываешься на прием. Время там уже указывается, уже к этому времени приходишь, очень удобно. В здании полностью заменены системы электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Отремонтированы помещения. Поликлиника укомплектована современным медицинским оборудованием, которое позволяет проводить качественные обследования. Логистику построили так, чтобы в разы сократить время ожидания. Сгруппировано рентгеновское отделение. Если раньше травматолог и рентгеновский кабинет был на разных этажах, и пациенту с травмой действительно на второй, третий этаж подняться было очень сложно. Сейчас мы расположили это все в одном крыле. Преобразился городской клинический центр благодаря региональной программе развития первичной медпомощи нацпроекта здравоохранения. Ремонт продолжался почти год и обошелся в 28 миллионов рублей. Мы сами видим прямо со входа достаточно эстетически оформленное помещение, удобную навигацию, очень грамотно и удобно расположены зоны, где работают диагностическое оборудование, специалисты. Капитальный ремонт в этом учреждении произведен в рамках бюджета Чувашской республики. У нас порядка 27 учреждений, которые вошли в этот проект, бережливое производство. Соответственно, весь капитальный ремонт в этих учреждениях будет производиться по этому принципу. Они расписаны до 2024 года, и каждое учреждение входит в каждом году поэтапно. Обновленная Красная площадь в Чебоксарах примет жителей и гостей столицы в День республики 24 июня. Но ее обустройство продолжат и в следующем году. Этот фонтан станет центром притяжения. Различные цвета, мелодии, русские и чувашские, все основные параметры уже протестированы специалистами. Случайными свидетелями красочного действия стали их горожане. На заливе практически завершены работы по укладке плит. Начато обустройство клуб, рабочие устанавливают крутящиеся скамейки, которые уже пользуются успехом среди отдыхающих на Московской набережной. На месте бывшей троллейбусной остановки собран навес от солнца. Здесь можно будет отдохнуть во время прогулки. На детской площадке рядом с пешеходным мостом установлен игровой комплекс с инклюзивными элементами. Осталось благоустроить прилегающую территорию. Реконструкция главной площади завершится практически через неделю. Сейчас на объекте одновременно работают свыше 150 человек. С 24 июня реконструкцию Красной площади завершим. Но мы завершаем реконструкцию. Полностью Красная площадь будет обновлена на следующий год. То есть мы хотим запустить аттракционы, мы хотим запустить еще детские площадки. Это уже за пределами реконструкции. Эту работу мы будем продолжать. Музеи хотим открыть на территории Красной площади. Доступ будет с 24 июня этого года. А в целом работы по Красной площади и реконструкции залива будут завершены в конце следующего года. Напомним, масштабная реконструкция на Красной площади началась в июле 2019 года. Работы ведутся в рамках создания туристического кластера «Чувашия сердца Волги». Стоимость более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Татьяна Трофимова, Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика. Сегодня начались обменные онлайн-гастроли драматических театров. В Чувашии они посвящены столетию образования Республики. Во время гастролей будут открыты три театральных моста. С Башкирским театром драмы имени Гафурий, с Марийским национальным театром драмы имени Шкетана и Ульяновским драматическим театром имени Гончарова. На официальных сайтах этих театров зрители могут увидеть онлайн-спектакль «День очищения» по пьесе Арсения Тарасова, которая покажет трупы Чувашского драматического театра. Режиссер спектакля – народный артист СССР, обладатель государственных и региональных премий Николай Казаков. Праздник в новом формате «Дом дружбы народов Чувашии» приглашает к участию в 8-м Всечувашском Акатуе. В этом году он пройдет в онлайн-формате. Один из самых почитаемых национальных праздников ежегодно объединяет Чувашии из всех уголков страны. Он призван напомнить о непереходящих ценностях, любви к родной земле, традициям и обычаям своего народа. Украшением этого года станут выступления народных, эстрадно-фольклорных коллективов, областных, городских, сельских домов культуры и национально-культурных объединений страны. Чтобы стать участником Акатуе-2020, нужно снять творческое видеопоздравление в живописном месте Малой Родины и прислать до 18 июня на адреса электронной почты, которую вы видите на экране. Также можно разместить свое видео в соцсетях под хэштегом «Вместе Перле». Это были все новости понедельника. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова